Долгие годы Слава Чхайка и Бесконтактников не давала мне покоя. Я понял, что 30 лет занимался полной ахинеей. И теперь создал свой невероятно мощный стиль единоборства. Я взял все самое лучшее из самого лучшего. Все самое эффективное из самого эффективного. Подключил к этому вселенскую энергию Чи, Ци, Янь и Инь. И создал свой невероятно мощный стиль смертельного единоборства Кунг Чхайка. Этот стиль настолько крут, что даже не снимая домашнего халата, я могу подключаться к вселенским потокам небесного водопада звездной энергии и уничтожать взглядом летящий метеор. Привет, звездные бизоны! С вами проект Мой Тай Си Кей. И сегодня мы тупо поржем. Конечно, я не мог придумать сам все удары и смертельные техники энергетических ударов по секретно смертельным точкам на теле человека. И у меня были учителя. И сейчас я вас познакомлю с этими легендарными людьми. Вот эти имитируют больше движения к животным, а в данном случае орла и звери. Конечно, я не знаю, смогу ли превзойти такого мастера, как Чхарек. Все-таки он основатель нового направления смертельного стиля. Но думаю, что у меня это получится. Ведь я взял все самое смертельное из стиля орла, а именно кровавые когти дикого мотылька в тени чахлого слона и отбросил все сомнительное. Такое, как нунчаки из йогурта в чудо и перебивание деревянных поддонов. Поэтому мой стиль получился еще круче. А сейчас я вас познакомлю с еще одним мастером, который обучал меня секретным техникам догони иудей. Этот стиль древнее самого кунг-фу, так как появился вместе с человечеством. А придумала его одна истерическая жена, которая отрабатывала на мужа раздавание скоростных лящей. После чего муж, подбухав первобытных мамонтных, это как наши пельменные рюмочные, начал выносить всех аборигенов мощными лящами. После чего у него появились десятки учеников. Чтобы потренироваться у этого мастера, мне пришлось ехать в далекие-далекие горы, в самые заросшие дебри. Ведь он, имея всего 100 учеников, больше не принимает к себе желающих. Но мне он показал свое прикосновение электрического ската. Ну и, конечно, я не мог не включить в свою мега-систему кунг-чхарь. Офигительные, старорусские, древнеславянские, мега-четкие темы-системы, которые помогают бесконтактно, на энергетическо-волевом усилии уничтожать противников, не сходя с места. Я, конечно, думаю, вы все знаете, что абсолютно все спецподразделения Альфа, Бета, ГРУ, ЦРУ, АйБФ и АйФД используют только старорусские, древнеславянские системы. И все мастера, которые преподают эти системы, также являются преподавателями спецподразделений. Система «Казачий спас» позволяет вилянием бедер, а, проще говоря, задницей, уничтожать десятки противников, не сходя с места. Система «Казачий спас» позволяет полностью контролировать любого противника, особенно бухого, внутренней энергией, не давая ему даже приблизиться к тебе. А этот русский Вин Дизель тренировал лучшие спецподразделения силовых структур, настолько секретных, что даже он не знал, кого тренирует. Но в своей системе «Кунчхарь» я убрал самую главную проблему непонятливых учеников, которые иногда тупят и делают реальные захваты. С которых приходится выкручиваться и напоминать, что они не должны прикасаться ко мне вообще и падать сами. Я думаю, я убедил тебя, показав всех своих учителей, что моя система «Кунчхарь» самая эффективная в мире. Все ненужное убираем, все смертельное оставляем. А чтобы ты был уверен на 100% в ее эффективности, я тебе покажу свой реальный поединок, где применил эту систему в полный контакт. У меня немножко не получилось использовать свою мега-систему, так как я не знал, что мой противник обучался у еще одного великого мастера Мальцева и использовал энергетический удар по шарам с выводом штанги. Не верите? Смотрите. То есть, выбили нижний шар, выбили нижний шар, шар ушел, и здесь возникла штанга, чтобы его раскоординировать. Да, вот тут как-то схватиться, не всегда человека получается, потому что он же, ну, да, поэтому что? Я бью по нижнему шару, вот теперь штангу на себя, и он все отлично пошел. Нижний шар прочь-то держит штангу. Понимаете? Поэтому вывести человека сложно, он же ноги у него, а вот таким вот способом простил, раз, и вот штангу потянулся за собой, и вот он у нас перед тобой. Это вот энергетический бесконтакт, то есть выведение из равновесия, то есть сейчас вот было что? Резонансный удар ногой в шар, как бы я почувствовал, что резонансная волна началась вот здесь, и как бы вылетела в шар, выбила его по мячу, а потом энергетическим бесконтактом его доработал. Ну, как убедились, энергетический удар по шарам действительно работает, особенно если он делается энергетическим кулаком в полный контакт. Ну что, небесные тигры в захвате звездного удава? Убедились, что моя система реально работает, и объединила в себе все самое крутое. Ну, а если серьезно, то этим видео я хотел вам показать, что абсолютно каждый чудак может придумать свою систему единоборств, наплести туда кучу ахиней и чепухи, и впаривать ее нерадивым ученикам и наивным ученицам. Поэтому не ведитесь на всякое говно. А если вы действительно хотите научиться чему-то толковому, вам в этом помогут бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках! Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.